Приветствую вас и первый вопрос, который мне хочется вам задать, заключается вот в всём. В конце своего письма вы пишете, что ссоритесь из-за того, что ваш муж совершает, по вашему мнению, глупые поступки и никак, тут вот вы, наверное, ошиблись, вы никак не можете на них не реагировать. Потому что, знаете, реагировать можно на все поступки, но не на все поступки реагировать. Вопрос в том, как именно реагировать. Но вы говорите о том, что последствия касаются вас. Так вот, вопрос мой заключается в том, так было всегда. Вот этот момент, он был всегда, что ваш муж совершает какие-то действия. Эти действия, они отражаются больно на вас. Говоря больно, я имею в виду здесь то, что вы терпите от этого определенные убытки, вы испытываете негативные переживания, да? А мужчина ответственности за свои действия как таковые не несёт. Так вот, было ли так всегда, и вы мирились с этим? Или так было не всегда, и вы какое-то время не видели такого отношения, а оно появилось вот это вся какое-то время? Либо, если так было всегда, но вы раньше с этим мирились, а теперь нет, то, значит, что-то изменилось уже у вас. Что-то изменилось именно в вашем восприятии своего мужа. Вот давайте попробуем с вами вместе, как раз таки, подумать на эту вот тему. Что изменилось в вашем восприятии мужа, если вообще изменилось что-то? Потому что, я думаю, вы понимаете, что это ключевой момент в том вопросе, который вы задаёте. Это ключевой момент. И если на него не ответить, то можно говорить о том, что проблема останется так и не решена. Потому что, вне зависимости от того, кто из вас, условно говоря, виноват в конфликте, как вы, наверное, уже прочитали из притчи в конфликте двоих людей, Виноваты всегда оба человека, но вопрос заключается в том, признают ли они свою вину. Понимаете, если вы раньше мирились с тем, что вот ваш муж вёл себя определённых образом, А теперь перестали, значит, у вас что-то изменилось. И был какой-то ключевой, коренной, поворотный момент, который вас к этому и подвёл. Подвёл к тому, что вы перестали мириться с таким поведением мужа. Если же мужчина начал так всегда вести спустя какое-то время, значит, в нём всё-то поменялось. И вот в зависимости от того, что стало началом, что стало причиной таких ситуаций в вашей жизни, И нужно исходить, и нужно разбирать. Но вопрос ваш заключается в том, кто первый должен бросить прощение. А вы знаете, поскольку вы обратились к нам, я задам вам такой вопрос. Вот предположим, что вы будете ждать пока мужчина попросит у вас прощение. Хорошо. Вы, конечно, и безусловно можете ждать. Это ваше право ждать пока мужчина попросит у вас прощение. Но вопрос заключается вот в чём. А стоит ли оно того? Стоит ли ждать пока мужчина сам придёт к тому, чтобы попросить у вас прощение? Вы хотите быть с ним? Вы хотите, чтобы у вас всё было хорошо? Вы хотите, чтобы у вас с мужчиной не было ссор, скандалов, переживаний лишних и так далее? Если вы этого хотите, то тогда не важно, кто из вас виноват. Пойдите на примирение первой. Потому что у мужчины вполне возможно есть гордость. И эта гордость не позволяет ему, условно говоря, первому пойти на примирение. Ну, гордый человек, гордый. Ничего с этим не поделать. Если вы это знаете, то, соответственно, не стоит мужчину ломать. А вот когда вы уже первый шаг сделали, вот тогда посмотрите, как мужчины на него отреагировали. Если он воспринял, воспринял ваше поведение как должное, если он воспринял то, что вы первый пошли на примирение как само собой разумеющиеся, то вот это очень плохой момент. Это момент, который говорит о том, что мужчина, как думав, что он прав, так и продолжает думать. И в таком случае, к сожалению, нельзя говорить о том, что ваше отношение улучшит его просьба о помощи. Прошу прощения. Прошу прощения. Или ваше. Но это ничего, по сути дела, не изменит. Потому что конфликт, он как был, так и есть. Мужчина как считает, что был прав, так и будет считать. И давайте подумаем вот о чем. Вам важно, чтобы человек осознал, что он поступил неверно? Или вам важно, чтобы он просто попросил вас прощения? Постарайтесь ответить себе на этот вопрос. Он, этот вопрос очень-очень важен. Потому что попросить прощения, это, знаете ли, простая формальность. Просто формальность попросить прощения. А вот истинно осознать, что ты не прав, человек молит и не прося прощения. Но для этого, для этого, нужно нечто другое. Для этого нужно скорее устыдить мужчину. А для того, чтобы его устыдить, не нужно требовать от него этого самого прощения. Не нужно требовать, чтобы он делал то, что его не устраивает, то, что ему не нравится. Наоборот, сделайте это сами. Покажите, что вас это не очень волнует. И тогда, если у него есть к вам чувства, он обязательно попросит у вас прощения. И вот когда у вас все будет хорошо, когда у вас все наладится, когда вы будете в относительно спокойной обстановке, относительно без конфликтной обстановки находиться, задайте ему вопрос о спокойной и по возможности без лишней агрессии и так далее. Задайте ему такой вопрос. Ну вот, был договор. Да, вот, вы договаривались о чем-то. Почему же он не сдержал свое слово? Почему он поменял свое решение? Что его заставило так поступить? Обязательно нужно сказать, что вы готовы принимать его, готовы понимать его желания, если они есть. Но об этом нужно разговаривать. Мужчина, по всей вероятности, по всей видимости, не считает для себя возможным по какой-то причине делиться с вами тем, что он хочет, тем, что его волнует, тем, что ему нужно, тем, в чем он испытывает нужду. И из-за этого происходит проблема. Из-за этого происходит конфликт. Ну, например, от ситуации с друзьями. Мужчина откровенно вам заявляет о том, что он хочет побыть с ними, вы ему не даете, вы плохая и вообще. Вы, конечно же, в данной конкретной ситуации правы. Может быть, в том, что формально он действительно вас обманывал. Формально он действительно вас, ну, как бы, подставил, да. Но формально это значит в частности. То есть только в этой ситуации. В этой ситуации да. А как быть с другой ситуацией? Как быть с ситуацией, например, в целом? Если у мужчины, допустим, тотальная неудовлетворенность в общении с друзьями. Ну, допустим. И тут уже ваша ответственность. К сожалению. Ну, неизвестно, к сожалению или к счастью. Тут зависит от вашего личного восприятия. Если, например, вам мужчина дорог, если вы его, если вы ему дорожите, если вы хотите ему счастье, то это важна ответственность тоже. И в этом контексте получается, что вы несете ответственность за то, что он, ваш мужчина, не получает того, что он хочет. Пусть вы делаете это неосознанно. То есть вы напрямую, понятно, не запрещаете ему там общаться с друзьями, вы напрямую не запрещаете ему там проводить своими временами и так далее. Но мужчина по какой-то причине чувствует, что он в этом ограничен. Почему он это чувствует? Вот о чем вам нужно подумать. И как видите, как видите, я надеюсь, несложно догадаться, что в этой ситуации каждый из вас ответственен по разному. Каждый по-своему. Каждый в своей стези. Мужина, как натуральный, настоящий адепт формальной логики, он повинен в конкретных ситуациях. Он повинен в конкретном обстоятельстве, потому что, простите, но он действительно поступил не очень хорошо. Ну, а вы, со своей стороны, может быть, где-то грегнули палку в том, что касается его свободы, его там, не знаю, свободной жизни, его личного времени, его общения с друзьями и так далее. Если это так, то вам этот момент тоже нужно проработать. Вам этот момент тоже нужно осознать. Потому что в противном случае, в противном случае, получается так, что каждый едва тянет одеяло на себя, а толку из этого, ну, абсолютно никакого. Я надеюсь, что вы этот момент тоже поймете. Поймете, что каждый из вас ответственен, и если вы хотите быть друг с другом вместе, если вы хотите быть друг с другом все-таки на хорошем уровне отношений, то постарайтесь не зацикливаться на том, кто должен обратить прощение, а стараться решать ситуацию в корне, стараться решать ситуацию по существу, глядя в причину. В основное обстоятельство, которое создаёт те проблемы, которые у вас есть. А формальности? Формальности – это просто формальности и не более того. Перед тем, как закончить, хотел бы напомнить вам о том, что вначале я задавал вам вопрос. На эти вопросы вам нужно ответить, они очень важны, и они помогут вам самой для себя прояснить, заключается ли проблема, которую вы пишете в ваших отношениях, или это чисто проблема притирки двух людей. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!